Всем добрый день, меня зовут Дмитрий, сегодня хотел бы с вами обсудить такую важную проблему в телематике, как контроль открытия-закрытия дверей на транспортных средствах. Что можно контролировать? Ну и в основном мы рассмотрим варианты контроля именно для коммерческих транспортных средств. Это как фургоны и фуры сами. Но можно контролировать также и на других транспортных средствах с легковыми и автотранспортными средствами, особенно современными. Это все сделать гораздо проще, потому что можно взять данные с коншины, но с другими, например, средствами, как с фурами, такие данные взять невозможно. Они либо там не предусмотрены, либо их просто тупо нет, либо их нужно докупать за дополнительную плату. Контроль состояния дверей. Что мы можем сделать и что мы получаем? То есть какие у нас есть предпосылки к этому? Это, во-первых, снижение издержек, повышение прозрачности работы. Также телематика допом помогает планировать загруженность, повышает безопасность, снижает риски утери груза и также снижает риски ДТП. Потому что можно контролировать водителей, контролировать их скоростной режим работы, контролировать их стиль работы, ну и, соответственно, тоже маршрут. Также это все позволяет делать простую отчетность и быстрая окупаемость. Например, если мы берем, просто даже рассматриваем как допом, что можно использовать контроль топлива, то в среднем мы получаем снижение расходов топлива. Это на 30% в месяц. Если мы выберем тоже годовой 30%, оно остается на таком уровне, то мы можем увидеть, что эта система окупается обычно за 2-3 месяца. Телематика вместе с контролем топлива полностью окупается. Какие терминалы мы можем использовать для реализации? Кейс реализовать можно на базе любых терминалов, которые поддерживает сервер Violon. И у терминалов должны быть дискретные, либо аналоговые входа. Это нужно для контроля и настройки работы на сервере. Также у каждого терминала есть свои преимущества. Например, преимущество терминала Galileo Sky является EasyLogic. Преимуществом терминалов Телтоника является очень большая интеграция с различными уже беспроводными датчиками. Терминал Vega позволяет использовать преимущества Телтоники, но плюс добавляется еще работа с коншиной. Можно как самостоятельно работать, так и использовать уже стандартный заложенный. Подбор все-таки того оборудования, которое используется, можно под уже техническое задание самого заказчика. Также можно использовать и самый распространенный, популярный в России трекер-производитель. Она в Телеком, к сожалению, тут он не представлен. Как мы можем использовать, какие именно моменты для работы? Во-первых, мы можем использовать как проводные, так и беспроводные технологии. Беспроводные технологии представлены в виде Bluetooth-устройства, проводные в виде геркона. И то, и то работает по одинаковому принципу. Единственное, что к одному нужно тянуть провода, к другому не нужно тянуть провода. В принципе, монтаж беспроводного устройства гораздо проще. Данного датчика хватит работы от 7 до 10 лет. В принципе, этого вполне достаточно и в монтаже. То есть, он проще, но зато у него гораздо выше цена. Как я знаю, что обычно геркон можно уложить в рублей 500. Стоимость одного геркона даже очень-очень хорошего. А вот такой Bluetooth-датчик будет стоить в районе 4,5-5 тысяч рублей. И, соответственно, разница в цене и кто как нивелирует. Зависит от машины. Bluetooth работает где-то в радиусе до 10-15 метров. Сам герконовый датчик можно протянуть и подольше, и подальше. Единственный вопрос – падение напряжения на проводах. Также, что получает у нас клиент? Получает возможность контролировать открыто-закрыто двери, время открытия-закрытия, место, отчеты по количеству и времени открытия. То есть, почему там двери открылись, насколько двери открылись. Можно посмотреть, сколько там человек стоял, что он просто там стоял или он выгружался, либо загружался. Также сразу можно сделать уведомление на электронную почту, что приходили как отчеты, так и сами уведомления, что двери открыты-закрыты. Так и в Telegram-чат. То есть, приходит сообщение в Telegram, дверь открыта, дверь закрыта. Можно там, например, сделать, чтобы приходило уведомление, что дверь открыта дольше 5 минут, дольше 15 минут. То есть, если выгрузки и перевозки короткие идут, то можно контролировать с помощью уже самого сервера, можно контролировать уже время. Также повышение дисциплины и ответственности водителей, дополнительные возможности контроля расхода топлива, контроль стиля вождения, качество перевозки, построение логистики, контроль технического обслуживания, возможности запрета доступа и авторизации водителя, функции электронного забора, контроля маршрута и многое другое. Некоторые моменты не были описаны тут в презентации, но посредством использования самого Violon, Telegram, плюс использования того оборудования, которое мы вкладываем, можно управлять сервером с запретом разрешением открытия-закрытия дверей, управлять авторизацией водителей, то есть создавать им систему иммобилайзера как по беспроводным ключам, так и по карточкам. Есть RFID-карт, ключи, по которым можно создавать, либо можно выдавать водителям Bluetooth брелки, водитель подходит к машине, у него идет разблокировка зажигания, он может разблокировать зажигание, завести машину и поехать. Соответственно, либо также приложил карту. Очень многие всякие интересные функции именно с построением логистики и контроля, например, маршрута. Тем же самым Violon можно контролировать маршрут, прорисовывать, как водитель должен ехать, контролировать скоростные вариации, стоянки также, ну и стиль вождения, ускорения, замедления и многие другие параметры. И еще самое основное, что можно контролировать, как по упрощенной схеме расход топлива, да, то есть сами трекера от скорости и времени поддерживают примерно расход, если его туда внести. Либо дополнительно доставить сюда же, в эту же систему, датчик уровня топлива и контролировать еще дополнительно сливы и заправки топлива. Очень много всего интересного можно сделать в данной системе и использовать для реализации и повышения эффективности и снижения транспортных расходов. Благодарю вас за внимание, всем удачи, до свидания.